Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех приветствую на нашем канале Криптозомби. Друзья, в данном видеоролике, во-первых, я вам покажу все проекты, в которых я стейкую эфир, зарабатываю поинты, ну и, естественно, рассчитываю получить какой-то аирдроп. Это первое. Второе, я вам расскажу лайфхак, о котором уже много раз показывал, который я в очередной раз использую для того, чтобы увеличить количество своего эфира, которого я фармю в проектах. Да, этот лайфхак, он немного рискованный, поэтому тут вообще никаких рекомендаций, но я вам покажу, как я это сделал, тем самым я реально в несколько раз больше получаю поинтов в нескольких проектах. Это второе. Третье, друзья, конечно же, я вам расскажу и покажу о том, что в AlienX наконец-то стартанул у нас тест.net, а это значит, что уже все фактически финишная прямая. И если вы собирали боксы, стейкали, хоть какую-либо активность там делали, то выполнить несколько заданий, ну просто необходимо. Поэтому, друзья, обо всем коротко, максимально с пользой попрошу вас заранее поставить лайк и написать комментарий к данному видео. Ну, а я начинаю. Поехали! Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить, вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в Telegram канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную, ценную и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. Итак, друзья, первый проект, в котором у меня лежит эфир в сети эфир. Важно. Я стараюсь делать проект, зацепляя сразу несколько. К примеру, как Linnea и Renzo. Agent Layer, Linnea и Renzo. То Elixir это у нас проект, в котором только может лежать эфир в сети Linnea. И через Renzo обернуть его нельзя. Сейчас подлагивает сайт. Он периодически подлагивает, разлагивает. Но все равно цифры вы можете спокойно видеть. Значит, мой депозит 1,5 етыха в сети. Етыха без Renzo, без ничего. Как видите, у меня... Но оно сейчас подлагивает не видно. Тут вообще нужно, можно отконнектить кош. Но у меня где-то там 30 поинтов уже нафармлилось. И я в топ-15 или в топ-30 тысяч по рангу. Касаемо Elixir это номер один для меня проект. На данный момент у меня здесь самый жирный депозит. Почему? Я уже рассказывал видео. Вот здесь, если не забуду, вставлю. Ну, либо в описании под видео по-любому вставлю на обзор. Здесь тесное партнерство, да, соприкосновение с Monad. То есть инвестиции под полмиллиарда, грубо говоря. Ну, и выглядит это все очень и очень сильно bullish. Также напоминаю, что если вы вносите депозит в Elixir, то вы можете это сделать либо эфиром, либо стейблами. Важное отличие. Если вы вложите сюда эфир, минимальный депозит это от 100 долларов. Да, то есть мы можем вот так открыть. Сейчас покажу вам. Оп, и вы видите, что вот эта минималка 100 долларов. Но при этом, друзья, вы получаете до конца буста плюс 50% фарма. Забрать можно будет только через 81 день. То бишь в августе месяце сможем забрать свой эфир. Если вложите сюда в стейблах, вы не получаете буста. Можно положить стейбы, по-моему, в сети Arbitrum и Sui. Но при этом вы можете забрать в любой момент свои бабки. Еще раз повторюсь, это точно тир 1 и топ 1 мой проект. Моя цель до августа месяца минимум сюда сделать еще хотя бы 0,5 эфира депозита. То бишь, чтобы общий баланс, мой деп был 2-2,5 эфира. Это будет идеально. Это первое. Эликсир. Значит, идем далее. Далее у нас, конечно же, проект Linnea. Давайте, значит, начнем с малого. Во-первых, Linnea, как вы помните, я его делаю через ZeroLand. Повторно уже объяснять за ZeroLand и вот это что-то доказывать. Я не буду. Хотите депойти, хотите, а нет. Проектов куча лендинговых, дексов и так далее. Куда угодно можете закинуть свой эфир в сети Linnea. Значит, что у нас по Linnea? Во-первых, давайте откроем. Вот мой кошелек. Я открыл свой кошелек. Значит, во-первых, друзья, раннюю роль мы все-таки получили. Поэтому обязательно проверьте. Если вы еще не начали фармить Linnea XLP поинты, то прежде чем это фармить, вам нужно будет зарегистрироваться на сайте Linnea. Я скину ссылку. Просто подтверждайте кошелек. Регистрируйтесь. И вот в этом окошке вы увидите, получили роль или не получили. Также может видеть, сколько вам капает поинтов. Но, друзья, важный момент. Возвращаемся к ZeroLand. Открываем дашборд. Нет, открываем ревардзе. И вот здесь, как видите, даже сам ZeroLand отсвечивает количество поинтов, которые мы фармим в Linnea. Это важно. У меня уже 44К. Я в топе, получается, топ 7000. Там почти 8000. Ну, в принципе, нормально. Теперь лайфхак, о котором я говорил. Я вам уже это показывал, когда мы с вами делали кинзу и нит. Поэтому ребята, которые смотрят до мной мой канал, прекрасно обо всем этом знают. Но давайте я вам еще раз покажу. Открываем дашборд. И смотрите, что у меня. Значит, как видите, у меня в лендинге, то есть предоставлена в ликвидность 1.2 ЕТХ. Но на самом деле это не так. Потому что реальный мой депозит 0.7. Если вы увидите, посмотреть вот здесь, то, как видите, 0.5 ЕТХ я взял в долг. То бишь, что, ребята, я сделал? В очередной раз я внес депозит, взял в долг. Естественно, все это обернул на Рензу и закинул опять. Еще раз. Взял в долг, обернул, закинул. Взял в долг, обернул, закинул. Почему я говорю, что данный вид... Как бы, да, смотрите. Вот просто смотрите. Сейчас еще раз открою. У меня 1.2 фармит мне поинты. Плюс фармит поинты Эйджин Лайер и поинты Ренза. Есть? Есть. Ну, то есть, объективно. Давайте покажу, чтобы не быть, ну, голословным, да. То есть, вот мои поинты Ренза, да, немного. Но все-таки, как минимум, на комиссии, на покушать. Я думаю, даже на пиццу и какой-нибудь Red Bullщик мы 100% отобьем. Это как минимум. Плюс поинты Эйджин Лайер. Но, ребята, есть, конечно же, кое-какие моменты. Значит, во-первых, вы должны соблюдать health factor. Знаете, когда я... Я начал еще позавчера, по-моему, разгонять депозит вот здесь. И знаете, что я вам хочу сказать? Что вот многие писали, что они потеряли бабки и так далее, и так далее. И я вот подумал, а может быть, вас просто ликвиднуло? Конечно, ребята, я не утверждаю. Думаю, что кто-то реально где-то попался на какую-то уловку. Вот, ну, по-любому, да. Хотя, опять же, вы просто вдумайтесь. Если ZeroLandsкам, то почему Линей официально говорит, что вот партнерство и вот, пожалуйста, даже отображение поинт. Ладно, все, это не буду. В общем, ребят, если вы будете заниматься вот таким разгонным депозитом, будьте очень внимательны. Объясняю. У нас здесь есть, помимо, то есть, не как мы привыкли, один вот этот Health Factor. Но нам также нужно смотреть еще и ТВЛ. То бишь, мы должны соблюдать вот эти два, вот эти два параметра. И если у нас все будет хорошо, нас не ликвиднет. И тем самым мы фармим в несколько раз больше. Первое, Линей, второе, Рензе и третье, Эджин Лайер. Отлично, я думаю, отлично. Но здесь будьте аккуратны и внимательны. Я это делаю, я работаю с лендингами уже очень давно, если, опять же, кто смотрит меня. И я стараюсь соблюдать. Если даже посмотреть сейчас на низ, то, видите, я могу даже сейчас взять еще 0.32 ЕТХ в долг, пойти еще раз на Рензе, обернуть и закинуть их сюда обратно. Тем самым у меня будет, внимание, уже ДЭП полтора ЕТХ, вот здесь полтора, при моем реальном ДЭПе в 0.7. То бишь, мой чистый реальный ДЭП в Линей 0.7. Вы понимаете, о чем идет речь? Но фармить я буду в два, чуть более, чем в два раза больше. Но я этого не делаю. Почему? Потому что я хочу прям по максималке соблюдать Health Factor. Потому что суммы, давайте будем честны, не маленькие. И чтобы тебя ликвиднуло или просто потерять, ну, будет очень и очень неприятно. В общем, подведя итог, Линей это второй и топ-2 даже. Ну, вот они и Рензе, ой, то есть они и Эликсир, и Линей, они у меня плюс-минус на равных. Но Эликсир чуть больше, я верю, потому что сеть эфира вообще надо бы прогреть хорошенечко кошелек, нормальный депозит, постейкать, заработать. В общем, и тот, и тот проект. Здесь, внимание, чистый ДЭП я планирую сделать минимум 1 ЕТХ, минимум. Взять, естественно, Х2 через лендинг. Все это тоже закинуть через Рензе. То бишь, у меня будет фармиться просто как 2 ЕТХ. Рензе и Линей, Эйджин Лейер. Нормально? Я думаю, нормально. Все, что я показал, конечно же, Диор. То есть, принимайте решение, анализируйте. Сами внимательно смотрите за Health Factor. А лучше вообще никуда не депайте, дабы потом не плакать. Вот эти плаки-плаки. В общем, это понятно. Теперь, друзья, рассказываю за Алианс, ой, за Алиэн Икс по поводу тестнета. Значит, как вы знаете, мы выполняли данную раздачу. Я записывал видео на YouTube. Похвалю себя, если вы не раздражаете. Первый в СНГ, когда мы еще просто собирали боксы. Потом у нас был стекинг. Он и сейчас есть. У меня фармятся только боксы. Потому что пожадничал я выделить на Алиэн Икс какую-то часть эликсира. Какую-то часть эфира, да. Либо Соланы. Потому что Солана фармит Санктум. Эфир у меня фармит эликсир. И этот самый. Вы поняли. Или Нэ. Но как бы там ни было. Если вы хотя бы что-либо делали, вам обязательно нужно пройти данный тестнет. Выполнить задание. Значит, что нужно делать? Рассказываю. Переходим по ссылке в описании. Первое у нас задание будет. Это получить с крана, да. Два токена и чуть-чуть эфира. Для того, чтобы это сделать, у меня задание уже выполнено. Нужно будет просто подписаться на Дискорд и на Твиттер. Все. Есть, есть. Далее нам нужно заклеймить наш так называемый бейдж, который будет прямо говорить о том, что мы участник тестнета. Там тоже нужно просто сделать ретвит, заклеймить в тестовой сети. Проблем не будет. Далее необходимо сделать бридж. Тут внимание объясню. Значит, получаем 10 из 10 токенов. Я сделал бридж 5 раз. Это все делается тоже в тестовой сети. Я даже, может, больше раздел и получаем. Далее вот эти два задания я пока не смог выполнить. Значит, вот этот стейк. Стейк. Да, мы должны получить 100 токенов. У меня есть. То есть, боксы в стейкинге. Но он мне его все равно почему-то не засчитывает. Возможно. Я еще, конечно же, придется попробовать. Возможно, нужно туда додепнуть немножко там эфира какого-то в арбитруме. Либо еще чего-то. Сделаю, попробую. Докину, узнаем, работает или нет. И второе, это нужно развернуть деплой тестового смарт-контракта. Я тоже еще этого не сделал, потому что нужно что-то куда-то вводить, разбирать. Но я думаю, ребята в чате у нас что-то там раз, два, три сделают. И мы все-таки это выполним. Поэтому, друзья, вот эту тему тоже обязательно необходимо сделать. Потому что вот-вот и случится уже ТГЕ, будет насыпочка. Мы нафармили какое-то количество поинтов. Напоминаю, что здесь инвестиции 17 миллионов долларов. А топовых проектов там, по-моему, ну хотя бы из таких известных, это УКХ Венчурс. По-моему, он тут есть. Можно посмотреть сейчас. Ну ладно, не будем уже терять на это время. Хочу максимально быстро и коротко все это рассказать и сделать. Поэтому тоже обязательно выполняем. Значит, теперь итог всего видео. У меня эфир, как эфир, фармится только в основном в двух проектах. Это эликсир и линея. И тот, и тот на самом деле может насыпать очень и очень неплохо. Это да, это да. Помимо того, что у меня эликсир просто лежит эфир и он просто фармит только эликсир. То касаемо линея, у меня эфир фармит еще два проекта. Это Рензо и Эйджин Лэйр. Ну, естественно, саму линея. Выглядит это все довольно неплохо. Но как бы там ни было, разгонять депозит, как это делаю я, это риски. Вы должны это понимать. Я отдаю себе отчет, что это риски и то, что может случиться беда, беда, беда. Поэтому будьте аккуратны, будьте внимательны, тренируйтесь, развивайтесь, учитесь. И будем на этом всем зарабатывать. Я на этом буду заканчивать, друзья. Всех обнял, приподнял. Всем профита. Всем спасибо. Всем пока.